И, конечно, уделить внимание зрителям. Роман Полищук настраивает свою воспитанницу перед стартом. Анна Максимова волнение старается не показывать. Сегодня ей нужно откатать произвольную программу по второму спортивному разряду и выложиться на все сто. Ведь короткая уже позади. А значит, от результатов сегодняшнего проката будет зависеть и место на соревнованиях. Я очень долго к этому готовилась к соревнованию, но в итоге не очень получилось. Чтобы выполнить норму второго спортивного, нужно набрать по технике не менее 13 баллов за короткую программу и более 20 за произвольную. В этот раз Анне не повезло, но девушка сдаваться не собирается. Просто к следующему старту будет готовиться еще усерднее. У нас будут впереди еще соревнования в этом году, и я думаю, что на выполнен. Немножко подработаем прыжки и вращения и дотянем на второй спортивный. Не только по второму спортивному соревновались фигуристы Воденцова. На лед вышли и совсем малыши и претенденты на первый взрослый разряд. Городское первенство шло два дня. Спортсмены показали хорошие результаты. А главный судья соревнований констатирует – дальше больше. Фигурное катание стремится на необычайно высокий уровень. Во многих городах дети разучивают элементы ультраси. Те же самые, которые делали Трусовы, Щербаковы, Валиевы. Ну и также наши дети, обучающиеся в нашей школе, движутся в том же направлении. Фигурное катание – хоть и зимний вид спорта, но до окончания сезона еще далеко. Поэтому тем, кому не повезло на Одинцовском первенстве, еще смогут показать хорошие результаты на областных стартах.